Цифровые валюты в исполнении центробанков. Насколько бы ни была криптоанархическая тема биткоина, и биткоин действительно сделал огромную пощечину, отрезвляющую всему финансовому миру по нескольким направлениям. Преимущества этой технологии в том числе рассматриваются центробанками в применении к наличности, в применении к национальным валютам, точно так же, как когда-то печатный станок был огромным прорывом технологическим вперед. Мы получили огромное количество книг напечатанных, теперь мы все умные. Некоторые даже ленятся читать, потому что их слишком много. Но вместе с печатным станком к нам пришла возможность, например, печатать фальшивые деньги, или фальшивые расписки, или фальшивые банковские документы и так далее. Это тоже пример, о чем Алекс говорил перед этим. Любая технология может применяться по-разному в зависимости от намерений того, кто ее обладает, а также она имеет свой жизненный цикл, и когда-то она, будучи передовой, постепенно деградирует, но если ей на смену приходят более новые технологии. Вот именно в этом контексте рассматривается блокчейн как потенциально новая технология для того, чтобы организовать управление денежным потоком, управление наличностью. Ну и вот до сих пор мы, в принципе, тоже пользовались какими-то технологиями в банках. На самом деле криптовалюты, вот это слово крипто пришло из мира криптографии, и у нас криптография давным-давно в банковском секторе используется. Банкиры, кто к этому имеет отношение, все прекрасно это знают. Даже не банкиры. Вы, получая банк-клиент, вы получаете приватный ключ от банка, если вы помните, да? И это как раз та штука, которая давным-давно уже придумана и используется во многих применениях. И вот все-таки центробанковская, вот этот вот термин CBDC, если вам интересна эта тема, это вот ключевое слово для того, чтобы гуглить на эту тему, потому что у этого явления есть свое там название. Это Central Bank Digital Currency. Кстати, не обязательно под Digital Currency подразумевается технология блокчейн. Центробанки смотрят в сторону других технологий, которые могут решить эту задачу. И в частности, вот по поводу блокчейна, это очень много неиспытанных гипотез есть. И вот все-таки, имеет ли смысл государством, Центробанком заниматься оцифровкой своей валюты? Имеет ли смысл выпускать национальную криптовалюту? Что движет Центробанками, что движет нациями для того, чтобы они эту технологию получили? Я хочу начать немножко вот с такой картинки. Наверное, не очень хорошо видно ссылку. Это интересная статья о том, каким образом в мире сейчас вот наблюдается Центробанковский пузырь. О пузырях обычно говорят в применении вот криптовалютам очень часто. Но сами по себе пузыри возникают не из-за технологий, а опять же из-за процессов и людей, которые их применяют. И нам известны примеры очень больших, серьезных пузырей, которые возникали и продолжают возникать в традиционной экономике. А 2008 год все еще помнят. Так вот, что на картинке изображено? Все пытаются закрыть источники новой наличности, которая все продолжает и продолжает пребывать. В мире большое перепроизводство денег. Я считаю, это одна из самых больших болезней на сегодняшний день. И хотя, если взять конкретный Центробанк каждой страны, они вроде бы действуют по своей монетарной политике и принимают серьезные монетарные решения об эмиссии или стерилизации части своих денег. Но в целом курс только вперед. И обратная сторона этого процесса, естественно, обесценивание денег. Потому что чем больше у нас единиц одного типа в каком-то ограниченном объеме, тем дешевле стоит каждый из этих единиц. Вот на этом графике я хотел показать динамику прироста объема денежной массы в Украине. Вот эта вот зеленая длинная полоса с 2002 года по 2017 год, вот таким вот образом развивался этот объем денег. М0 – это величина денег наиболее непосредственно доступных. То есть это наличность, это не депозиты в банках, это не какие-то другие обязательства, которые еще нужно наличить и получить, а это именно сам объем денежной массы. Вот эта вот линия рядышком идет линия прироста кумулятивной инфляции, которая у нас тоже практически очень параллельно с этой зеленой линией развивается. Поэтому можно поставить этот знак тождества между объемом выпущенных денег, воборот, и ростом инфляции. Это такая вот суровая правда, о которой мало кто говорит, еще меньше кто-то из нас может по этому поводу что-то сделать. Но у нас вот есть как раз исторический шанс, чтобы это изменить. Так вот, за 15 лет, с 2002 года по 2017 год, по декабрь месяц, у нас в 10 раз вырос объем денег, находящихся на рынке. У нас было 24,5 миллиарда гривен в 2002 году, в конце 2017 года у нас там 332 с чем-то миллиарда. И все как бы неплохо, все хорошо, но вот я обратил внимание, что эта зависимость практически линейная. Если бы, так, гипотетически, да, если бы мы в 2002 году запустили бы алгоритмический майнинг национальной валюты, то вот бы оно как бы и намайнилось за это время как раз на тот объем, который нам нужно. Вот, и как бы теневая сторона этого процесса заключается в том, что вот кто получает первую выгоду от вновь напечатанных денег, которые производятся по определенной себестоимости, а продаются все равно по рыночной цене. Вот этот вопрос пока что для нас не раскрыт, и мы опять же можем это поменять. Такие же дела вот обстоят не только вот у нас, точно так же. Вот если взять объем прироста денежной массы доллара, согласно вот этой вот статистике Федерального резерва, то мы тоже видим, как это все относительно скромно происходило до 2008 года, и потом вот резко здесь вот этот вот скачок, это как раз выпуск 1,2 триллиона долларов, по-моему, было напечатано для того, чтобы спасти финансовую систему США и все банки тогда, когда наступил финансовый кризис. Ну и после этого вы сами видите, что происходит. Периодически ФРС пытается как бы уничтожать избыточную денежную массу, влияя таким образом на цену доллара, но вообще-то это очень сложно избежать, потому что очень-очень много политических, разных экономических других лобби и сил все-таки приводят к необходимости печатания новых денег, и ничем не обеспечены, если экономически не обеспечены какие-то доходы и какие-то доступные финансовые средства, они приводят к одному только результату, ну помимо инфляции, они приводят еще к возможности ввести агрессивную политику, и мы знаем, что самые большие печатальщики денег как раз и больше всего этим и прославились. Причем, если говорить о долларе, то его основная масса вращается вне США, а если в США где-то порядка 50 миллиардов, то за пределами США там в три раза больше, где-то 135, я видел такую цифру на тот же момент времени, и любые попытки вернуть в Штаты обратно все доллары вызывают жесточайшее сопротивление именно в самих Штатах. Если вы помните, был такой случай, когда Германия и Франция, по-моему, или Англия, они решили вернуть золото себе, которым тогда обеспечивался в 65-м году еще доллар, и на что Никсон сказал, мы не хотим менять ваши доллары на наше золото. Это очень показательная была фраза тогда. Давайте двигаться дальше. В чем, собственно, мотивация может быть у банков? Ну вот, мотивация, о которой я сейчас говорил, она, скорее всего, такая общая, как бы у нас. Мы хотим иметь стабильные деньги, которые во времени не падают в цене, не меняются в цене, на которые мы можем рассчитывать. Это одно из фундаментальных свойств денег. К сожалению, в фиатных валютах оно давно уже не удерживается, и печатный станок, который когда-то был очень передовой технологией, сегодня превратился в орудие эксплуатации для печатания новых денег. И, как может быть, не очень хороший пример, не очень хорошее сравнение, но вот если вспомнить, как работает наш организм, если есть возможность получать какое-то удовольствие от какого-то вещества, то будет точно зависимость, и человек будет приходить и заново-заново употреблять это вещество, либо, как делают эксперименты над мышами, которые постоянно жмут на эту кнопку и умирают потом, в конце концов, чтобы только получать удовольствие. Вот, может быть, гипертрофированная такая вот метафора, но очень похожа на людей на центробанке, которые как бы у печатного станка, и так или иначе они все равно нажимают на эту кнопку и снова производят деньги. Так, давайте двигаться к блокчейну. Так вот, мотивация. Ну, потенциальная мотивация как бы из самой технологии выходит в следующее, что мы можем сократить сильно транзакционные издержки. Сокращение транзакционных издержек – это всегда хорошо для экономики. Дальше мы можем ускорить процессы, о чем вот Алекс передо мной говорил. Чем быстрее деньги двигаются между собой, чем они быстрее двигаются между разными контрагентами, чем больше в сутки они делают оборотов, тем больше добавочный продукт, тем быстрее происходит коммерция, тем быстрее мы приходим к результатам. Ну и вообще ускорение всего и все технологии, которые позволяют бизнесу двигаться быстрее, они будут востребованы, потому что сегодня выигрывает тот, кто быстрее. Не тот, кто богаче и тот, кто умнее, а тот, кто быстрее. Это очень важно. Логистика обслуживания наличности – необычный такой эффект. От блокчейна может быть в центробанках. Почему? Потому что, ну, скажем так, от бумажной наличности мы не скоро еще избавимся, наверное. Этот процесс будет происходить, но вот оказывается целый механизм, целый процесс инкассации, расчетно-кассовое обслуживание, то, чем занимаются банки, это может сильно упроститься за счет блокчейна. Прямое техническое регулирование финансовой системы – очень привлекательная штука для центробанков и для банков тоже, но до этого нужно дойти, необходимо выстраивать эту инфраструктуру. Ну и самое главное – это кэшлис, это безналичная экономика. Украина отстает по этому параметру от самых ведущих стран. Я потом покажу там на графике. И поэтому это является основным мотиватором и движителем для Украины, почему можно было бы рассматривать криптовалютные деньги национальные как какую-то новую технологию, которая поможет нашей экономике. Фактические мотиваторы из тех стран, которые мы на сегодня видим и которые создали уже свои криптовалюты, они вот в этих двух желтых кубиках. Это дедолларизация экономики и опять же уход от санкций США, ЕС, там где они наложены для тех стран, для которых они применимы. Посмеиваются, честно говоря, финансисты и посмеиваются многие, но я вам скажу, как уже сегодня даже на этой сцене звучало несколько примеров, когда новые технологии в первую очередь подхватывают криминальные элементы, они самые предприимчивые всегда, а потом это становится когда-то общепринятой классной технологией, которой что-то изобрели. И этих примеров тоже очень много. Так вот из этих стран. Эквадор еще в 2014 году ввели свою криптовалюту национальную, просто потому что у них своей криптовалюты национальной не было, у них доллар. И то же самое, можно сказать, о Маршаловых островах. Они вот серьезно задумались сейчас о том, чтобы обрести финансовый суверенитет через обладание своей криптовалютой, построенной на технологии блокчейн. Наиболее громким, наверное, является выпуск Венесуэли криптовалюты El Petro. Наблюдаем, как это все развивается. Вроде бы по новостям, по отчетам они собрали уже 5 миллиардов долларов на своем государственном ICO, которое проходит и 133 страны инвестировало. В принципе, частные лица могут тоже купить, по-моему, 60 долларов за один El Petro. Сейчас есть там интерфейс, на котором можно купить за визу мастер-кард. Ну и наиболее ожидаемые мотиваторы, которые, скорее всего, быстрее всего нас приведут к появлению национальных криптовалют, это интероперабельность с криптовалютным рынком, то, чего сейчас нет. То есть сейчас есть виза мастер-кард, есть наличные деньги, есть куча разных других ценных бумаг, но все это не имеет схожего интерфейса с криптой. А криптовалютные технологии развиваются очень быстро. Если вы знаете такую технологию, как AtomicSwap, например, когда между разными сетями в блокчейне возможен моментальный обмен через один смарт-контракт, и это можно сделать от одного человека к другому без бирж и без всяких других посредников. Так вот, например, такой фокус уже с национальной криптовалютой не сделаешь, если она не по той же технологии построена. Поэтому вот интероперабельность национальных денег с криптовалютной экономикой, с криптой очень важная штука. Вторая – это свободный обмен на национальные валюты, на криптовалюты, для того, чтобы, опять же, развивалась экономика и все двигалось вперед. И укрепление национальной валюты, как следствие роста спроса на такой инструмент. Так, вот я обещал по кэшлису показать, да, у нас есть определенный прогресс с 2014 года, вот по 2017, мы там с 18 до 19% спустились вот по отношению М0 к ВВП. Вот таким параметром меряется. В развитых странах целевой показатель – это где-то 5-7%. Ну и у нас там по репортам мы все докладываем о том, что у нас растет количество безналичных платежей. Обратная сторона этого прогресса заключается в том, что где-то с 2015 года мы уже больше, чем 1 миллиард долларов платим в визу и мастер-карт за то, что проводим транзакции внутри страны. Где-то 2,5%, 2,2% разные там бывают комиссии, и мы все так или иначе платим. И это отток денег из украинской экономики. Кэшлис, именно радикальный кэшлис, когда все ходит только в прозрачную, нет анонимных денег, может привести к потере приватности, и это не очень хорошо. Единственный Центробанк, который позитивно высказался по поводу наличия анонимности в дизайне национальной криптовалюты – это Китай, как ни странно. Они очень много прогрессивных заявлений в последнее время делают, и у них тоже поменялся глава Центробанка, который сказал, что биткоин – это штука, которая освобождает людей и которая дает доступ к финансовой свободе. Так вот, частичная анонимность в дизайне национальной валюты крайне важна. Наличие, ну вот наличные деньги, их существование само говорит о том, что у нас есть спрос на анонимные платежи, и у государства, и у населения, у бизнеса есть ситуации, в которых анонимные платежи нужны. Вот европейская директива по электронным деньгам предусматривает классификацию кошельков, и один из самых простых классов кошельков как раз подразумевает почти нулевую идентификацию, поэтому вы можете делать анонимные взаиморасчеты. Как это может выглядеть? Ну, оцифровка банкнот – это скорее такая утопическая, но очень иллюстративная картинка, как бы это могло быть. Дело в том, что если вы возьмете купюру бумажную в руки и посмотрите внимательно, там есть подпись главы Центробанка, ну он сам лично, наверное, не расписывается на них, когда-то расписывался. Так вот, бумажный документ с 2002 года в Украине приравнен по юридической силе к электронному, если электронный правильно оформлен с помощью ЭЦП и других технологий. Это, кстати, тоже криптотехнологии, все это у нас работает. Законодательство опережает применение, поэтому де юре и технически Центробанку сегодня ничего не стоит начать выпускать кэш в виде электронных банкнот. Но это, как я сказал, больше иллюстрация. Более серьезный подход был бы, если бы мы смогли организовать децентрализованную поддержку национальной криптовалюты через развитие своей инфраструктуры в банках. Возможно, даже у частных лиц могли бы быть ноды такой потенциальной криптовалюты. Возможно, это будет лицензирование от Центробанка, но это могло бы дать нам возможность постепенного, я прошу прощения за много букв, сфотографируйте, может быть, почитайте. У нас просто невозможно будет сделать моментальный переход к криптовалюте от тех форм денег, которые у нас сегодня есть. Поэтому идея заключается в том, чтобы все-таки начать это делать, можно было бы запустить алгоритмический трейдинг, майнинг, я прошу прощения, алгоритмический майнинг с каким-то горизонтом 20-40 лет, в который мы могли бы постепенно перейти полностью на электронные деньги. Параллельно старые технологии будут существовать. У нас есть масса пользователей, которые не имеют никакого отношения к крипте, и даже масса пользователей, которые вне банковской системы. Понятно, что технологии новые, никто не знает, что будет происходить, поэтому постепенно выпуск новых релизов позволил бы учитывать все эти вещи. И это позволило бы децентрализовать вот ту доходность от майнинга, который сегодня целиком и полностью каким-то неявным образом получает Центробанк, либо стейкхолдеры, стоящие за ним. И вот наиболее близкий способ, который мы сегодня могли бы получить, цифровую валюту национальную, это так называемая торговая гривня, как я ее про себя называю, или криптогривня. Схема очень простая. Если кто знает, что такое Тетер, криптовалютный доллар, то вот это хорошая версия, улучшенная версия Тетера. Почему? Потому что она будет полностью обеспечена гарантиями Центробанка, либо наличностью. То есть можно было бы сегодня сделать такой сервис, когда банк принимает от вас наличность, вместо этого выдает токен, который говорит о том, что он вам должен вот такое количество наличности. Этот токен равен, получается, тем банкнотам, которые вы принесли. Если вот этот обменный сервис честно будет менять один к одному деньги здесь и выпущенные токены, то мы получаем цифровой, как бы криптовалютный эквивалент национальной валюты, которая может оборачиваться на рынке, может иметь такой же интерфейс с криптовалютами, быть в состоянии интегрированным на бирже для этого обмена. И таким образом это могло бы прокачать гривну по курсу. То есть такая бы валюта точно была бы в спросе. Потому что сегодня у Тетера очень много вопросов к нему. Никто не знает, действительно ли у него есть резервы на 2,5 почти миллиарда долларов, и они продолжают их печатать. То есть это вот такая вот теперь электронная инфляционная валюта появилась. А если бы это была вот такая вот схема, при которой у нас есть уже деньги национальные, мы даже их не выпускаем, дополнительную никакую эмиссию не делаем, мы просто делаем форму этих денег криптовалютную. Есть масса пользователей, которым нужна такая форма гривны, и они сегодня бы сюда все пришли со своими бизнесами, со своими деньгами для того, чтобы ради вот этой технологии. Это очень перспективная штука, ее не сильно сложно реализовать, тем более, что банки на сегодняшний день и так уже наделены правом имитировать безналичную гривну. По сути дела, это такая вот форма безналичной гривны. И еще мне нравится этот путь тем, что нам практически не надо менять законодательство для этого. У нас есть нормативные акты НБУ, у нас есть какой-то минимум, с которого мы можем стартануть, пойти в этот эксперимент, и даже Назбанку нет необходимости никакой этими мощностями, этим майнингом заниматься и так далее. Вот это то, о чем я хотел сегодня сказать. И немножко затизю, чем я занимаюсь. Жизненный цикл токена. Я тут приблизительно набросал, как можно было бы управлять токенами в самом широком смысле этого слова. И вот чем, по сути дела, имеет смысл заморачиваться при регулировании. Мне кажется, четыре фазы всего есть в жизненном цикле любого токена. Это его эмиссия, это его распределение, когда он уже имитирован, это его обмен, правила обмена, и правила стерилизации, либо уничтожения этого токена. Я обязательно поделюсь своими идеями в более широком и подробном варианте, но мне кажется, вот с помощью идеи токена мы можем переосмыслить вообще все форматы ценностей, либо токенов, которые на сегодняшний день есть. Кстати, слово токен давным-давно до крипты существовало и существует, и его просто так как бы прихватизировали криптовалютчики. Вот имеет смысл говорить о криптотокене, а еще больше имеет смысл говорить о неком новом классе информационных активов, под видом которых могут быть уже и национальные деньги, и криптовалюты, и акции, и сертификаты, патенты, и даже жетон полицейского может быть вот таким объектом. И если нам получится получить вот такой универсальный фреймворк, то тогда мы сможем очень многого достичь, потому что многие вещи находятся в области договоренности. Мы не можем технически взять и все страны заставить, чтобы они перестали печатать своих денег. Но мы можем прийти к некому глобальному консенсусу, возможно, когда-нибудь мы придем к некой глобальной денежной конституции, в которой вот эти вот вещи и правила будут определены, и мы сможем контролировать и управлять этими процессами. Я завершу обзором вот эта карта тех стран, которые начали экспериментировать, либо декларируют о том, что они намереваются выпустить национальную криптовалюту. Их достаточно много. Украина занимает на этой карте почетное место с 2016 года. И давайте посмотрим. Я думаю, теперь больше сторонников появилась эта идея. Я думаю, мы к ней рано или поздно придем. Вы можете по этому QR-коду скачать нашу публикацию на тему распределенных реестров. Блокчейн – это такое интеллектуальное чтиво на страницах 40. Вот кто хочет хорошенько разобраться, в чем природа этих реестров, как это функционирует, очень рекомендую. Продолжение следует...